МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире мобильный репортер Хакасия. Программа, которую мы делаем вместе с вами, нашими зрителями. Корреспондентом может стать любой желающий. Достаточно снять на видеокамеру или мобильный телефон, интересное видео и отправить его нам. Ваш репортаж увидит вся республика. Меня зовут Константин Кравцов. И вначале коротко о главных темах этого выпуска. Хамство на дорогах Абакана. Как солнечное затмение повлияло на водителей. Травмоопасный детский центр в Абакане. На малыша упала карусель. Собака-нипаймака. Настоящей звездой Ютуба стал пес, не умеющий ловить на лету колбасу. На прошлой неделе мы могли наблюдать солнечное затмение. Не везде оно было полным. Так, в Сибири солнечный диск был закрыт всего на 40%. Жителям Мурманска повезло больше. Там затмение было полным. Именно с этим природным явлением пользователи интернета связывают повышенную аварийность и хамство на дорогах, которое наблюдалось в дни солнечной активности. В Абакане водитель Ниссан решил не ждать разрешающего сигнала светофора и начал движение на красный, поблагодарив за понимание других водителей аварийкой. Ну а здесь классика жанра. Водитель BMW X5 показал мастер-класс модного поворота направо, из левого ряда. Хамло на Патриоте так назвал свой ролик водителя Абакана. Закономерность. Чем больше автомобиль, тем больше наглости. Это ДТП произошло на трассе Курагина-Абакан. Мобильный репортер, он же водитель, снял на видеорегистратор пассажирскую газель, слетевшую в кревет. Посетовал на дорожные условия, посочувствовал водителю и поехал дальше, даже не остановившись. Вот сейчас впереди едем. Там газель пассажирская слетела. Этим видеороликом поделилась жительница Абакана Елена. ЧП произошло в одном из детских развлекательных центров Абакана. На малыша по каким-то причинам упала карусель. Судя по комментариям и следам крови на полу, малыш сильно повредил руку. Вот так выглядела карусель до падения. Когда именно пострадал ребенок, не сообщается. Видео выложено 23 марта. Как именно произошло происшествие, так же неясно. Но, похоже, центральная металлическая конструкция не выдержала детского веса и переломилась у основания. А как она? Она сварена была? Да, она от сварки отломалась. А сварка, видать, совсем слабо была? Местами, да? Она даже не целиком проварена, да? Да, да, да. А это видео прислал мобильный репортер из села Доможакова Усть-Абаканского района. Похоже, дворовый пес усиленно готовится к чемпионату мира по футболу. Следующий видеоролик за 6 дней посмотрели более трех с половиной миллионов человек. Собака-непоймака. Так называют своего пса хозяева. Кличка вполне обоснована. Питомец по каким-то причинам не умеет ловить на лету лакомства. Пицца, хот-доги, сэндвичи, стейки. И все летит мимо собачьей пасти. Скорее всего, у собаки есть какая-то патология, потому что для пса хватательный рефлекс является врожденным. Этот видеоролик также о четвероногих друзьях. Полмиллиона пользователей посмотрели репортаж о том, как одна собака издевается над другой. Старший и более опытный боксер решил воспитать из молодой собаки настоящую ищейку. Старания не увенчались успехом. Талант следопыта у щенка напрочь отсутствует. Что нужно сделать, чтобы твой ролик за неделю посмотрели 14 миллионов человек? Надеть на себя 6-метровое платье. Наряд Дженнифер Лопес просто взорвал интернет-пространство. Такого шоу-бизнес еще не видел. Во время исполнения ее 6-метровая белоснежная юбка превратилась в проектор, что вызвало настоящий фурор и восторг зрителей всего мира. Настоящее достижение красоты, науки и техники. На этом пока все. Мы ждем ваши видеоматериалы на нашей электронной почте и на нашем сайте. Пожалуйста, не забывайте оставлять свои контакты. Кроме того, присоединяйтесь к группе «Мобильный репортер Хакасия» во всех популярных социальных сетях. Смотрите нас каждую субботу на канале «Россия-1» в 10.50 и на канале «Россия-24» в 19.30. С вами был Константин Кравцов. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова